Основное мероприятие Это позволит по кооперации наладить производство тех изделий, которые уже хорошо проработаны. И это позволяет предохранить, защитить компанию. На тот случай, если мы не добираем финансирование, тогда проект развивается не в столь большом масштабе, а в меньшем масштабе. Но он будет реализован так либо иначе. Что значит по кооперации? Есть предприятия с замкнутым циклом, когда предприятие получает только сырье и на выходе выдает готовую продукцию. Таких предприятий немного. По кооперации характерными предприятиями являются заводы по производству автомобилей. На самом деле, концерны автомобильные являются концернами, потому что завод собирает все из комплектующих, а эти комплектующие производятся другими предприятиями, заточены под изготовление конкретных деталей. Поэтому в данном случае мы можем, допустим, заказать алюминиевое литье на других заводах, мехобработка на других, где-то не потребуется оборудование. Но да, детали будут подороже, норма прибыли будет меньше. Но, тем не менее, оно уже позволит получать прибыль. Динамика развития будет меньше, но все равно инвесторы будут защищены. Следующий вопрос. Скажите, вы выбрали банковскую организацию, которая выступит гарантом вашей деятельности в Алабушево. Озвучите, кто эти счастливчики. Да никакую гарантию нашей деятельности они не дают. Нужна гарантия привлечения инвестиций. И то это только обязательства такие, предусмотрим законом. И не мы выбираем, мы пытаемся взаимодействовать. Но, понимаете, там же они все... Рассказывал про халяву, что уксус сладкий. Но все хотят за эту бумагу получить что-то. А мы хотим нормальное взаимоотношение. А не так, чтобы кто-то залез на шею и попытался погонять. Это не... этого не будет, и это мы не допустим. Да, мы немножко, может быть, потеряем в темпе, но, извините, заниматься с этими ребятами мы не будем. Либо партнерство нормальное. Нормальное взаимоотношение, нормальное понимание. Вот. А вот такого не будет. Поэтому сейчас пока что не определение. И ведутся переговоры целым рядом групп финансовых структур. Но окончательное решение не принято. Техническая часть проекта, вы же видели, мы выкладывали, проработано. Проработано. Ну, что-то выкладывали. Проработано и архитектурная часть предварительная, но не в окончательном варианте. Все то, что необходимо было сделать для предоставления заявки. Все это подготовлено. Добрый день, Дмитрий Александрович. На одном из вебинаров вы говорили, что собираете компьютерную систему, позволяющую проводить рассредоточенные вычисления для решения задачи оптиметрики при проектировании электрических машин. Не хотите ли для увеличения мощности этой системы использовать удаленное подключение компьютеров инвесторов за интересованных, хороших темпах продвижения проекта? Спасибо. Ну, в принципе, можно было бы, но, понимаете, вопрос в чем, что объем информации прокачан, это терабайты. Это достаточно много. И быстродействия это сильно не добавят, потому что уже смотрели это дело, да? И плюс еще ко всему, что открытый доступ эту информацию пускать по сетям, у нас компьютеры, которые занимаются расчетами, к сети не подключены. Это внутренняя западная локальная система, которая не имеет выхода в интернет. Поэтому, ну, не надо этого делать, честно. Если мы хотим защищать свою информацию, надо ее защищать. Задача звезда и треугольник – это разное подключение вывода или все все-таки разные виды намоток, или ту и другую. В обычном двигателе это разное подключение, обмотки там уложили, а потом включают либо в звезду, либо в треугольник. В нашем случае это две разные системы, которые объединены в одну. Они имеют разные обмоточные данные и, соответственно, укладку, но собраны вместе уже. Они взаимодействуют поля. И вот я выложил, сейчас у вас на экране, ребята выложили, внешний вид, поперечное сечение двигателя. Это расчетное значение, построена картинка магнитных полей индукции, распределения индукции и плотности тока в двигателе, беличьей клетки и так далее. Я точно так же сделал вам ссылочки, сбросил. Вы там можете наблюдать эти ссылки и смотреть картинки. Вот там, где половинка двигателя, специально так сделали, это двигатель со стандартными обмотками. И вот обратите внимание, стержни беличьей клетки, это внутри вот сегментик такой повернутый, да, и там вот каплеобразные такие стержни. И если вы обратите внимание, значит, в верхних частях стержня другого цвета окраска. Вот в левой части там зелененькая, там идет апельсиновый, потом идет цвет. Вот на этой картинке хорошо видно, что в стандартном двигателе, в стержнях, возникают токи с противоположной направленностью, которые создают тормозящий момент. А вот на других картинках, там две картинки, где более сочные тона, это с повышенной индукцией, а где такие более пастельные, это с нормальной индукцией, как и у стандартного двигателя. Обратите внимание, что такое явление отсутствует, противовращающих моментов уже нет. Ну, если посмотрите, тоже там есть протуберанции всякие в поперечных сечениях, спинках и так далее, можете найти очень много отличий. По плотности тока, по индукции, все это видно, очень хорошо просматривается. Ну, соответственно, отсюда идут потери и все остальное прочее. Можно сравнить, чем и как все это отличается. Точно так же, это уже в установившемся режиме, это три двигателя, значит, стандартный двигатель, это половинка сделана, потом, где пастельный, это с такой же индукцией, как и у стандартного, и с более повышенной индукцией, это где более сочные тона. В результате мы с вами в том же самом габарите двигателя получаем двигатель с совершенно другой мощностью, с другими характеристиками. Это то, что дает наша технология. Это вот визуализация этих процессов, да. Слева вы видите там вот колоночки, есть плотность тока по цветам распределения и значений, и индукции тоже B. Вот эти картинки получены с помощью программного продукта, специализированная программа, пакет Maxwell, фирмы ANSYS. Это достаточно дорогой продукт, он не стою распространен, как все остальные. У нас есть лицензия на право его использования, приобретена, да. То же и так же оборудование, все это удовольствие недорого. И вот с помощью этой программы мы все это моделируем, да. Все эти процессы, прежде чем приступить к изготовлению железа. И вот те результаты, которые мы получаем на моделях, мы их потом проверяем в железе. И на сегодняшний день сходимость результата теоретического расчета с практическими совпадает с точностью до 6%. Это хорошая точность. Потому что тут механическую обработку точности мы в моделях не закладываем. Кроме вот таких статических картинок, мы получаем всю эту картину в динамике. Когда запускаем двигатель, после включения, все это первые доли секунды, как он крутится, как магнитное поле создается, накачка идет. И все-все-все. Все эти процессы мы видим. Все, что там происходит в двигателе. Поэтому вот достаточно такая, ну, визуально понятная картина, да. Но все это строится не по формулам обычных методов, строится методом конечных элементов. Ну, наверное, для кого-то это новшество. Раньше, может, не приходилось видеть. Ну, потом мы будем такими картинками вас снабжать, будем показывать. Я надеюсь. И видео выложим, но несколько позже. Значит, кроме того, я выложил ссылочку. Слав есть и слав. Смотрели, может быть, да? Там счетчик установленной мощностью. Значит, этот счетчик выполняет несколько обмотчиков по моей просьбе. Для того, чтобы, у которых есть лицензия, для того, чтобы можно было видеть динамику процесса. И там есть красные зоны. И вот видно, что справа счетчик вышел из красной зоны. И, наверное, можете обратить внимание, что где-то начало проекта, оно где-то совпадает с выходом из красной зоны. Имеется в виду, правда, инвест. Эти зоны были выбраны не случайно. Это расчетные параметры, которые мы сами для себя установили, исходя из тех задач, которые мы перед собой ставили, исходя из необходимости проверки технологии. Вот на правом счетчике видно, сколько же мегаватт, там 16, по-моему, или 19 мегаватт установленной мощности. Это двигатели мощностью там 3 киловатта, 5 киловатта. Это несколько тысяч двигателей, которые установлены. А слева счетчик, это показывается, сколько экономят эти двигатели, которые уже установили, по самым скромным подсчетам. С учетом того, что, допустим, двигатели работают 2 часа в день всего лишь и дают экономию 20%. На самом деле параметры намного выше. Но уже видно, сколько денег пользователи этих двигателей обмотчики сэкономили. И сколько электроэнергии. И можно посчитать, сколько топлива сэкономлено, сколько природных ресурсов и так далее. Почему же сегодня, 12 октября, на Новый год, хныкать Павел начал? Это же 2,5 месяца. Нет, он просто, он не хныкал, он просто рассказал. Где лицензия приобреталась? Лицензия приобреталась у фирмы «Максио». Значит, вы, если хотите приобрести подобную лицензию, обращайтесь, я подскажу, как это сделать. Как можно получить субсидии на покрытие части затрат и так далее. Могу помочь с этим делом, советом. Рекуперация реализована, великий. Реализована. То есть, что тут? Solar Group. Так, ребята, название Solar Group подбирали Павел Сергея Семеновна. Лично я бы, ну, подобрал бы несколько другое название, но был домен, занимались, он был частично раскручен. Ну, посмотрим по ходу пьесы. Мы уже эти вопросы обсуждали. Поэтому, ну, есть же, понимаете, есть еще, помимо русскоязычной части, есть иностранцы, там, Европе, Европа и так далее. И расчет у ребят был именно при выборе домена, название именно на этих товарищей. Ну, я бы сделал несколько по-другому. Но дело в том, что команда, работа тем отличается, что в ней надо всегда находить компромиссы. А так получается, мы тут посовещались, я решил. Нет, так не бывает, потому что не бывает, один человек все время права. Поэтому должны быть взаимный баланс определенный и зона ответственности, где каждый отвечает за свою работу. У меня случай в жизни был такой, я с начальником своим очень крепко сцепился. Я говорю, а что сказал на меня? Я говорю, не надо на меня шуметь. Я говорю, что надо делать? Я говорю, то, что я решил. Кто здесь начальник? Я говорю, вы. Так что надо делать? Я говорю, то, что я сказал. Так кто здесь начальник? Я говорю, ты начальник по своим вопросам. Я отвечаю за свою работу, я за результат отвечу. Поэтому делать буду то, что я решил, то, что считаю необходимым. Потому что я отвечаю за эту конкретную работу. А вот если не сделал, тогда спросите. Ну, на этом разошлись, по спорту помирились. Собачились так, что все снаряды вылетели. Ну, а что делать? Если ты прав, настаивай и доказывай. Бери на себя ответственность. Не согласен, предлагай, как говорил Королёв, предлагаешь. Делай, да? Неси ответственность. Так. Что планируется с контроллером? Программировался, разрабатывая софт на базе микроконтроллера. Это только микросхемы для управления сантовым двигателем. Значит, смотрите. Контроллером занимаемся полным ходом. Очень плотно занимаемся. Значит, для того, чтобы продолжить работу, мы сейчас ждем так называемую электронную нагрузку. Это высокоточный прибор, который позволяет нагружать именно стандартной нагрузкой, стабильной. для того, чтобы все процессы просмотреть и ждем анализатора мощности. Это приборы, которые позволяют снимать всю информацию, все переходные процессы для того, чтобы можно было четко отстроить контроллера. Потому что самая важная и самая главная его задача это защитить двигатель. Не только управлять, но еще и защитить от нештатных ситуаций. Наша программа у вас может работать. Все, что угодно. Будет все нормально. Но контроллеры будут гореть из-за переходных процессов. Из-за того, что у тебя топология ошибка. Где-то пик, где-то выброс будет. Пока ты не поймешь, пока его не уберешь, у тебя нет контроллера. Вот когда разрабатывали, допустим, плазменный комплекс Горыныч, мы довели до такого уровня топологии печатной платы, что смогли отказаться от снабберов и возможных цепочек, которые предназначены для того, чтобы выбросить выбросы всевозможных. И за счет этого мы повысили КПД-источек. Порастер, удешевили КПД-путник. То же самое в контроллере. Необходимо его отработать топологию таким образом, чтобы как можно меньше деталей вот этих вот всевозможных систем было в нем. Это достигается за счет и размещения компонентов, трассировки, способов коммутации. Там очень-очень много задач. Поэтому это не просто взял схему, собрал и вот включил. Если ты делаешь хорошее сделок, ты должен отработать его еще на стадии первичной, а не потом вылавливать все эти блоки в процессе, когда ты запустил, сделал, а у тебя начинает возвращаться горелый. Это недопустимая ситуация. Это не тот путь, по которому можно идти. Это дорогое удовольствие слишком. И очень сильно подрывает доверие к проекту. Я попробую узнать у знакомого, он что-то мутится, Сколково, пропихивать свои идеи. Там есть интересно, конечно. Ребят, мы с 2012 года в Сколково. У меня когда плохое настроение, вы можете спросить кураторов, которые пластелы энергоэффективности, про наши с ними беседы. Когда я в плохом настроении бываю. Потому что ладно, давайте не будем. У нас есть свои задачи, да? И Сколково у них своя задача. У нас разные задачи со Сколково. Поэтому вот не хочу про них. Как говорится, о покойниках либо хорошо, либо никак. Почему не провести анализы, понять, какой самый популярный габарит двигателя для поставки, сделать прототипы, набрать заказов и выпустить пару десятков тысяч таких двигателей. Да не вопрос. Все это выбрано, все это сделано, Сергей, это сделано. Но ведь вопрос в чем? О чем делать пару десятков тысяч? Нужно оборудовать. Вот этим мы и занимаемся. Значит, ребят, теперь, что касается, как можно приобрести Z-мобиль. Значит, Z-мобиль занимаются ребята командой из Самары. Это команда Вагнера и Вальдемара Олеговича. Вот мы для них занимались электромагнитной системой. То есть 318-й колобок, электромагнитная система, которая является основой мотор-колес, механика, тормозная система, шасси, это все они делали. Поэтому мы же говорим, что конечный продукт, это другие команды. Мы для них открываем возможность, широкую возможность. за те деньги, которые уже инвестируют, можно было бы уже пару Тесла выпустить. Алексей Пашковский, выпусти, деньги отдам, все, сделай. Сделай, еще больше. Клянусь, мама, царство небесное. Вы понимаете вообще, что вы говорите? Вы что, пришли попантоваться, да выпустите за те деньги? Вы возьмите, выпустите. 30 тысяч компонентов, где вы их возьмете? Пару Тесла. Вот понимаете, надо избавиться от гаражной психологии. Почему-то у нас все время получается так, в гараже мы в единственном экземпляре, хоть космический аппарат, в серию не можем поставить. У нас, мы не можем, в советское время даже двух автомобилей одинаково сделать не могли. Все разными параметрами отличались. Любые машины покупаешь, Жигули, Волги, были машины, и Уазики, ну и чего толку, да? Все машины абсолютно разные. Там скрипит, там не дотягивает, там еще что-то. Вот с такой психологией мы с вами сделаем продукт европейского кончисса, отвечая в гараже, да? Давайте не будем заниматься такими досужими разногорствами, да? Почему? Потому что для того, чтобы получить, допустим, тот же самый статор, намотанный со сходимыми параметами, нужно линию производства по намотке, там, это же надо пазовать статор, потом в него втягивать обмотки, потом разваривать выводные концы, изоляцию делать, потом обвязывать, бандажировать, обвязку делать, потом ее надо формовать, вот, потом пропитывать, сушить и так далее, да? Целый ряд операций, которые надо сделать. Вот линейка для выполнения всех этих операций, плюс еще нужно оборудование для намотки секции, вот вся эта линейка, да, стоит 447 тысяч евро. Умножьте на то, что на курс и посчитайте. Нормально, да? Вопрос по поводу акций. Кому вы сможете эти акции продать? Человек спрашивает, вот через 5 лет, да, допустим, все, компания работает, куда свои акции деть? Их можно будет продать двумя способами. Первый способ, да, до того, как мы выйдем на IPO, IPO, чтобы вы понимали, это выход на биржу, то есть, когда акции, которые вы покупаете, будут вращаться на бирже, там, например, как акции Сбербанка, и там уже любой желающий может свои акции продать и купить, в том числе и вы. Это просто делается. Но на это нужно какое-то время. То есть, допустим, после реализации проекта через 3 года, еще там год нам понадобится на то, чтобы выйти на IPO. Вот, но подготовки уже мы сейчас начинаем. В таком случае вы сможете это продать, свои акции, на внутренней бирже. То есть, как это будет выглядеть? Те инвесторы, которые захотятся отойти в проект через 3 года и получают там дивиденды, да, с компанией, они тоже сделать уже не смогут. Почему? Ну, потому что акции уже все проданы, уже проект зафинансирован и больше в главную компанию инвестировать невозможно. Но человек хочет получить акции, а вы, допустим, хотите свою акцию уже продать, вы не хотите год ждать. В таком случае будет реализован механизм биржи, вы выставляете свои акции и говорите, там, я продам там постолько-то, ну и все, формируется обычное рыночное предложение, биржа, да, только внутренняя. И там вы свои акции по внутреннему курсу биржи продаете, а люди у вас покупают. То есть, такие два способа у нас запланированы. Плюс ко всему прочему, я допускаю, что компания, да, будет сама, с вами ума, инвесторов. Вопросу зачем? Ну, потому что, как уже было объявлено, 50% прибыли будет выплачиваться инвесторам. Но, как говорится, если можно не платить инвесторам, да, зачем им платить? Поэтому бывает легче выкупить организацию собственной акции обратно. Вот. И, это, конечно, при желании инвесторов. Если инвесторы не захотят акции продавать, они будут дальше получать свои дивиденды. Но компании, как правило, если есть такая денежная возможность, лучше свои акции всегда выкупить. Поэтому есть предположение, что и акции тоже компания будет выкупать. Так. Какие новости по мерчанту? Ну, по мерчанту я уже сказал. Ведем переговоры, выполняем их требования. Я думаю, что в ближайшее время это все уже тоже появится. Планируете ли вы развести информацию по динамике инвестирования в режиме реального времени? Нет. Эту информацию мы не планируем. Мы уже говорили, почему мы со второго этапа прекратим говорить, сколько денег приходит в проект. По двум причинам. Во-первых, не все могут адекватно воспринимать спады инвестиционные, потому что, например, мы там с Сергеем, который же не первый год крутится, скажем так, в рынке микроинвестиций. Я, например, знаю то, что инвесторская активность, она очень сильно спадает к Новому году. Ну, то есть, вот в районе Нового года люди мало денег инвестируют. Там вообще может быть провал. И это совершенно нормально. Вопрос, а почему? Ну, потому что в этот момент люди, они, как его, как сказать, они хотят деньги не вкладывать, они хотят деньги потратить на подарки. Да, там, стол новогодний оборудовать. Еще, еще, то есть, все деньги уходят у населения. И они инвестируют не будут. Вот. И люди, этого не зная, в момент Нового года, они будут думать, ой, динамика пропала, да, все просело. И будут реагировать неадекватно на эту ситуацию. Поэтому, дабы этого не было, мы это скрываем. Плюс, ко всему прочему, уже неоднократно говорили, что есть, кроме друзей, есть и враги. Поэтому, дабы эту информацию не использовали против нас, мы также это не показываем. Но, когда будут какие-то крупные суммы, то есть, там, мы соберем первые, там, 10 миллионов долларов, 5, да, мы это будем объявлять. Плюс, ко всему прочему, вполне допускаю, что будем объявлять о каких-то конкретных собранных деньгах непосредственно в момент смены этапа. Но, в режиме реального времени, это, скорее, сыграет злую шутку. Я могу вам однозначно сказать, что сейчас все идет более чем хорошо. И, говорить конкретные цифры, говорю, это просто опасно. Вот, это по личному опыту. Опять-таки, если мы свое мнение здесь изменим, то есть, вполне возможно, что что-то здесь поменяется. Пишите свое мнение тоже, да, мы прислушаемся к мнению инвесторов. Возможно, что как-то поступить, есть какие-то интересные варианты, как это можно все обыграть. Какие документы будут на руках у инвесторов? Первое, это инвестиционный договор, о том, что вы инвестировали. И второе, это сертификат на то, что вы владеете акциями компании. Причем, получить можно их как в электронном виде, так и в бумажном. И иметь они будут одинаковую юридическую силу. Так, если куплено в рассрочку несколько этапов вперед, а, если рассрочка оплачена на несколько месяцев вперед, можно ли эти месяцы не платить? Да, если вы, например, три месяца оплачиваете по рассрочке, у вас там всего 10 месяцев, вы не каждый, не раз месяц платите, а на 10 месяцев вперед. В таком случае, да, эти три месяца вам больше оплачивать не нужно будет, и в личном кабинете у вас будет написано, что следующая оплата у вас через 90 дней. до конца. Продолжение следует...